МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще, Год Героев России – это проект общественной организации «Герой Урала». Это организация Свердловской области. Изначально проект 5 лет назад зародился на территории Свердловской области. Но активный наш гость, частый, город Тобольска, Тобольского района – это Герой России Владимир Ильич Шарпатов. И мы как раз познакомились с ним в 2022 году на организации очередного турнира и познакомились как раз-таки с представителями Героев Урала, которые предложили нам... Поделились. Да, поделились таким проектом. И предложили выйти за границей. Мы так обсудили варианты выхода за границей Свердловской области. И как раз-таки Тобольск стал первым городом Тюменской области, который получил это право провести Год Героев России. И, конечно же, очень много различных проектов внутри этого масштабного проекта было реализовано в течение года. Различные встречи, дискуссии поколений, соревнования, приуроченные к памяти героев погибших и на кубок, там, либо приз живущих героев. Различные дискуссии и диалоги поколений с молодежью. Встречи, естественно, все герои. Очень интересные люди. И общаться с большой аудиторией для них, как бы, вполне само собой разумеющееся. У нас за целый год шесть героев побывало. Героев Российской Федерации и один герой Советского Союза. Побывали в городе, встретились с молодежью, проводили уроки в школах, в образовательных учреждениях, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования. Мы встречались на нейтральных площадках, вот таких, как в драмтеатре у нас была в мае встреча с Рустамом Сайфулиным. Конечно же, вот не все герои являются героями, связанными с военными действиями, какими-то там... Есть гражданские герои. Да, есть и гражданские герои. Тот же, как раз-таки, Владимир Ильич Шарпатов является гражданским пилотом. Мы напомним всем, что история вот его жизни, да, и вот этого эпизода в Кандагаре, когда их самолезы ухотели в плен, легла в основу фильма. Да, да, да. И поэтому мы даже, когда встречи с молодежью проводили, предварительно давали посмотреть фильм, для того, чтобы им была более понятна судьба человека и... Что личность общения легендарна. Да, и чтобы общение было более свободным. Все герои вообще свободно отвечают на любые вопросы молодежью. Это очень трудно им, потому что такая взыскательная аудитория. Дети, они же могут удивить какие-то неожиданные вопросы, там, задать. Общение с детской, там, молодежной, подростковой аудиторией, они, ну, довольно-таки сложный, наверное, процесс. Но герои у нас никогда не тушуются, не зряются, всегда готовы... Потом они герои. Да, к любым вопросам, к любым ситуациям. Очень разные вопросы, конечно же, молодежь задает, там. И вот о том, как вы выбрали свой профессиональный путь, и вплоть до того, что какое ваше любимое блюдо. Ну, наверное, спрашивают все время, там, было ли вам страшно. Конечно, потому что они же знакомятся с подвигом героя, и любой подвиг все равно связан с опасностью жизни, в первую очередь, и для героя, и которые, как бы, несмотря на исход своей жизни, готовы действовать для того, чтобы сохранить жизнь других людей, которые в данный момент находятся с ними рядом. И поэтому, конечно, по поводу страха, это один из актуальных вопросов среди молодежи. Ну, я вот как раз в этой же студии имела удовольствие общаться с одним из ваших гостей, с Игорем Родобольским. Ну, он очень интересный рассказчик, конечно. Там столько случаев, там можно еще один фильм снимать. Там и фильмы снимать, и книги писать. Поэтому жизни, конечно, героев очень удивительно. И чем больше ты знакомишься с этими людьми, чем больше ты общаешься, ты понимаешь, что на самом деле все-таки героями не становятся, а героями рождаются. И вот какой-то в них есть особенность. Стержень. Да, стержень. Вот эта вот безотверженность какая-то. Что-то такое характер. Но опять же, они же могут вот как раз вот эту историю про то, как формировать такой характер, чтобы вот быть готовым к каким-то, если не к подвигу, то к трудностям, которые жизнь тебе может неожиданно подкинуть. Они рассказывают, как стать таким волевым, там, я не знаю. Они, ну, не говорят конкретно. Утренняя зарядка. Да, конечно же, обязательно у них плюсти, так сказать, физическую форму, вести здоровый образ жизни. Это, конечно же, ну, в первую очередь для того, чтобы быть здоровым телом и духом, всегда готовым ко всем и любым ситуациям. Это да. Но, с другой стороны, не столько рассказы о том, как это сделать, сколько личный пример, который у молодежи есть возможность получить, именно возможность пообщаться с реальными, ныне живущими героями, получившими звание, такую наивысшую награду государственную, такую, как Герой Российской Федерации, там, Герой Советского Союза, это, конечно, дарового стоит. Причем, потому что вот не так давно кто-то, да, совсем, вот. И всего у нас героев России около 1400, и из них большинство это посмертно. И поэтому мы только можем в книжках, там, в каких-то некрологах читать о том, с чем был связан подвиг, там, и как он пришел, да, к этому. А когда у тебя есть возможность вот воочию увидеть человека и понять, вот у него золотая звездочка, и вот он такой молодец, здесь рядом, его можно пощупать, потрогать. Сфотографировать. Да, сфотографировать, все спросить. И вот эта вот память. Возможно, некоторые еще не осознают, в силу возраста, может быть, да. Насколько это ценный ресурс, который они сейчас получают, именно возможность пообщаться с героями России, и потом им поможет в будущем. Потому что зачастую же нас все равно, так или иначе, меняют встречи с различными людьми. С незаурядными личностями. А Герой России в любом случае личность незаурядная, что бы он ни совершил. Поэтому отпечаток для молодых людей, я думаю, оставит очень хороший. Этот проект Героя Российской Федерации, Год Героев России в Тобольске. И несмотря на то, что проект как бы завершился, мы торжественно его закрыли. Передали. Да, передали эстафету еще двум муниципалитетам. Один у нас, это город на Ямале, город Губкинский принял эстафету. И второй, это Белоярский городской округ в Свердловской области. Также принял от нас эстафету проведение Года Героев в 2024 году. Но у нас сложилась такая теплая дружеская атмосфера, знакомство с героями, которые... Ряд героев, таких как Олег Косков у нас, он не первый раз приезжает. Как родной? Да, несмотря на то, что он не является вооруженцем Тюменской области, но он часто бывает у нас. А Владимир Ильич Шайпатов и Рустам Сайфулин, то тут само собой разумеющиеся вооруженцы Тюменской области. Я думаю, что будут чаще приезжать. И, конечно, для нас очень важно и ценно, что к нам приезжают и герои, которые не живут в близлежащих регионах. Вот был у нас в декабре как раз-таки Копыргин Анатолий Степанович. Он проживает в Москве, и он вырвался в своем плотном графике встреч и общения с молодежью в близлежащей, в Московской области вырвался к нам и пообщался. Ему очень понравилась встреча с молодыми людьми Тобольска. И вообще, на самом деле, Игорь Родобольский тоже обещал вернуться к нам. Поэтому будем дружить. Да, дружба у нас не заканчивается. Я уверена, что у нас герои, именно знакомство с героями в рамках этого проекта позволит нам и в дальнейшем привлекать героев России в наш город для встречи с молодежью. Светлана, но у вас же это только такая часть, хорошая, масштабная, красивая часть, но часть патриотической работы, которая ведется в течение года. Вот что еще есть, помимо действительно таких живых, реальных классных встреч? Конечно, мы очень много внимания уделяем патриотической работе с молодежью. У нас, естественно, развивается и патриотический центр «Россияне», который находится в структуре централизации молодежных профилактических программ. Развиваются кадетские классы, так сказать, условно называемые кадетские классы, специализированные группы добровольной подготовки к военной службе. Наши ребята в составе молодежного караула участвовали во всероссийском конкурсе пост номер один. Это как раз-таки конкурс среди почетных караулов всероссийский конкурс. Причем девчонки же наши. Да, там девчонки, мальчишки и привезли первое место в этом году, поэтому очень достойно представили город. Не первый раз уже. Да, притом наряду с профессиональными кадетскими училищами, образовательными учреждениями. Ребята, которые условно в кружке занимаются, в секции именно строевой подготовкой и стоят в почетном карауле. Поэтому очень достойно ребята представляют наш город и на областных соревнованиях на звание лучшего воспитанника специализированных групп добровольной подготовки. У нас 12 ребят из города Тобольска показали именно высокий уровень и привезли титул лучших воспитанников этого направления. То есть из порядка 40 детей всего по региону области, то есть 12 это наши ребята. У нас, конечно же, развивается движение Юнармия. Это патриотическая общественная организация всероссийская. И у нас местное отделение существует. И почти 600 юнормейцев в рядах патриотической организации это и существует. Они же ездят по школам, да? Это ячейки, как это так сказать. То есть у нас представительство в школах и, конечно же, основная масса это военно-спортивно-молодежном центре «Россияне». То есть, конечно, различные патриотические акции. У нас дни памяти, дни единых действий, дни воинской славы никогда не остаются без внимания. Мы проводим различные митинги, возложения цветов, мероприятия, тактические игры, связанные с гражданской патриотической. Кстати, «Зорница» сейчас набрала популярность. Опять виток такой пошел, мне кажется, и среди взрослых, и среди детей. Да-да-да. «Зорница» очень популярная игра, и она очень большой интерес и у взрослых имеет. И Морзий Викторович выступил с инициативой введения ее в спартакиаду муниципальных служащих. Да, он и сам сыграл в этом году, насколько мы знаем, вместе с дочерью. Поэтому, конечно, спортивная игра, военно-спортивная игра «Зорница» она и будет и в следующие годы продолжаться. Один из таких тоже интересных проектов, очень долгожданных, насколько я понимаю, это палаточный лагерь был летом, который удалось организовать вот в Тобольске, в общем. Да. Чуть-чуть за грани Тобольска. Ни для кого не секрет, что очень много молодых людей высказывается по поводу того, что в близлежащих районах города нет лагерей собственных, что им приходится ездить в тюменские лагеря. Во-первых, хорошо, что есть такая возможность ездить в тюменские лагеря. И в рамках даже различных федеральных проектов, в рамках того же «Движение первых» есть возможность выезжать и во всероссийские детские центры. И в этом году, когда мы организовали палаточный лагерь «Авангард», в рамках одноименного проекта учебно-методического центра «Авангард» на базе Алимасова и реализовали там четыре смены, из которых две городские и две областные, то очень, конечно, получили огромный отклик позитивный, положительный со стороны ребят, которые изъявили желание еще больше приезжать в этот лагерь. Зашло? Да, очень зашло. Очень зашло. Мы не загоняли никого. Там, по-моему, наоборот очередь стояла. Да, стояла очередь и даже не все заявки удовлетворили ввиду ограничений мест проживания. Вот я, насколько знаю, глава города поручила как-то придумать, как можно расширить еще. Мы планируем расширяться на следующий год и дополнительно приобретать еще палатки, спальные места, конечно. И, конечно, на следующий год будет не только количественный состав расширенный, но и в части количества смен. То есть мы планируем привести пять смен на следующий год, то есть из которых как минимум три – это городские. Поэтому надежда есть, что молодежи интересно проводить время вне дома. Светлана, спасибо вам за разговор. А я напоминаю, что у нас в гостях была Светлана Семченко, председатель комитета по делам молодежи Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тобольска. А у меня на этом все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин